Кубинцы выстроились в многочасовые очереди, чтобы наполнить баки и канистры бензином. В стране не хватает топлива. «Мне нужно было уйти с работы, чтобы купить топливо. И потом я узнал, в чём проблема. Бензина нет ни на одной государственной заправке. Здесь единственное место, где есть бензин. Но посмотрите на очередь. Она растянулась на весь квартал. Проблема в том, что бензина нет нигде». Социалистические власти страны обвиняют в сложившейся ситуации американские санкции. Впрочем, кризис в энергетической отрасли назревает уже давно. Ещё несколько лет назад Венесуэла резко сократила поставки на остров дешёвой нефти, поскольку сама погрузилась в кризис. Кубинские власти предприняли ряд мер. Например, начали веерное отключение света и экономию электроэнергии для освещения улицы госпредприятий. Также приостановили некоторые автобусные и железнодорожные маршруты, призвав людей по возможности работать из дома. Однако этого оказалось недостаточно. «Сложный период, поскольку никто не может передохнуть. От работников транспортной сферы до простых людей. Мы пытаемся найти выход, но всё очень сложно. От рассвета до заката – одно и то же. Ни одного спокойного дня. Очень сложно выводить транспорт на улице». Администрация Дональда Трампа ужесточила многолетний эмбарго в отношении кубинской плановой экономики, которая и так была крайне неэффективной. В итоге страна оказалась неспособной оплачивать поставки энергоносителей. Кроме того, доставлять на Кубу нефть стало сложнее из-за санкций в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA. Их в США ввели в январе. «В очереди стоял часа два. Бывало и дольше. Однажды наполнил бак только в семь вечера». Венесуэла продолжает поставлять на Кубу нефть. С февраля по август этого года стабильно переправляли в среднем по 55 300 баррелей в день. Однако с сентября начались перебои. Кубу нефть. Субтитры делал DimaTorzok